Зелёный дракон 3 Зелёный дракон 3 Зелёный дракон 3 Ладно, начну с простого. Имя своё я не использую, потому что для людей это слишком сложно. Да, дракон. Мои собратья раньше меня звали Дрейк Хедрес. О, князел. Понятно. Ну а дальше? Чего? Ну слушай. Я был молодым драконом в стае. Обитали мы некогда в великом королевстве, которое уже нет много веков. Жили мы, нападая на деревню. Всё-таки для драконов это было пустяк, а все люди нас очень боялись. Да, пустяк. Да, геноцидим людей. Ребят, это пустяк. Хорошая жизнь, ребят. Геноцид. Это Марка Вирнера, короче, убивают. Деревни попросили помощи у короля, и он высылал солдат, чтобы уничтожить нас. Они были хорошо подготовлены для борьбы против нас. Ну да, хорошо подготовлены. Пехотинцы до рыцарей с паладином. Ничего против воздуха нет. Сетки, что ли, одолжили. И что случилось потом? Моих сородичей перебили. Ну, понятно. Ты уничтожил людей? Поэтому в ярости он такое всё это провернул. Я тогда не обладал большой силой. Мне удалось спастись бегством. Но я всё запомнил. И теперь решил отомстить этому поганому миру. Меня нашёл колдун. Он излечил мои раны и начал меня учить всему. Когда я ещё не знал, что это был за колдун. Колдун Капа. Когда я был готов, Медил посвятил меня в свои планы о том, что на наш мир надвигается страшная угроза, и я должен ему помочь. Он посвятил меня во все тайны бытия и наделил их грубной силой для того, чтобы я собрал самую сильную армию. И я нашёл такую. Да, самая сильная. Когда армия была готова, мы сразились с Нерзулом. Чё-то как-то Нерзул выставлен в таком свете. Когда Нерзул был повержен, я улетел. Навсегда одиночестве. Я надеялся оставаться жить вечно. Но Илона, богиня ночных эльфов, сделала так, чтобы закололся силой бессмертия. Никто не мог получить силу, кроме своей эльфов. И она на его водах вырастила древо, которое давало силу только дышатым эльфам. Остальные, кто испил из него, лишились своих сил. Аллоу. А ты не мог с ней поговорить там, что ты бессмертия хочешь? Чтоб себя сохранить, я нашёл место, где построил свою усыпальницу и провёл там много веков. Когда меня пробудили, я лишился своего тела, но сохранил свой дух. Я начал поход в поисках силы, но тел, к которому я был привязан, убили. И я попал в мир духов тела. Но не самое приятное место. Темп, среди прочих, душный повстречался Монтей. Его разом заперли дебоны, но он научился выходить в мир духов и путешествовать там. Он мне помог возродиться в новом теле, взамен я его освободил. Хотя у меня и самого получилось сюда сбежать, но на это надо было бы много времени. Я нашёл корень всех проблем. Войны не только у нас. И я знаю, как эту проблему искренне. Знания, которые мне передал Медив, не дают мне спать спокойно. И я знаю, что я могу сделать. Камера вообще шикарно поставлена тут. Просто плывно, Ланда провалилась. Меня очень поразила история твоей жизни. Так чему же ты стремишься? Поразило. Мы почти добились своего. Скоро на земле не будет войн. Все будут жить в мире под нашим покровительством. Но я хочу положить конец армии демонов, потому что пока они есть, всегда будет война и смерть. И я знаю, как это сделать. Но сейчас у нас есть другие проблемы. С эльфами мы можем воевать ещё очень долго, надо лишить их силы. Ты отправишься по обходному маршруту, я пойду прямо на север. Мы все встретимся на вершине хиджальских гор. Теперь, когда я знаю, за что мы воюем, мне стало как-то легче. Когда выдвигаемся, легче. На рассвете следующего дня сейчас пойдем в логере, посвящу тебя в план, в детали плана. Вот такая история дракуна. Как вам, ребята? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok